В Харькове переселенцы рассказали о том, что их прямо с улицы забрали в военкомат. Меня призвали и сказали, что я годен. Трое неизвестных людей, которые представились то ли следователями, то ли опероуполномоченными. Мы просто предложили сесть в машину с гражданскими номерами и проехать с ними. По словам Александра и Григория, их задержали возле магазина. Трое людей в штатском. Они подошли насчёт того, что была бутылка открытого пива, и они предложили проехать оформить в отделение административный протокол. Далее их отвезли в военкомат. Одного из парней отпустили, и он вызвал полицию. Прибывшим по его звонку полицейским военные объяснили задержание тем, что Александр уклоняется от службы. Его сразу же увезли вот сюда. И, то есть, когда мы сюда приехали, вызвали тут полицию. Полиция и нам дежурный сказал, что это не рабочее время. Хотя вот его сюда привезли в 22.30, и в 23 часа он проходил тут медкомиссию. Нам сказали в районном комиссариате, что нас привезут сюда, буквально за 40 минут мы ночью пройдём медкомиссию, и нас довезут до дома обратно. Но так не оказалось. Нас привезли сюда и оставили до утра. И они уехали. По словам молодых людей, Александр приехал из Донецка для того, чтобы перевестись в местный вуз. И находится в Харькове четыре дня. В сборном пункте Харьковского областного военкомата, где парня продержали всю ночь, задержание объяснили уклонением от воинской службы. Он был на учётке в Коминтерновском районном комиссариате. Был он ранее в розшуку. Потому что, когда он прибывает сюда, на нашу территорию, я имею в виду, под контрольным, он должен был появиться в семиденном сроке и стать на облике. Сказали, что он только четыре добиты. Ну, давайте так. Сейчас я вам скажу, что я нахожусь там год здесь. Вы мне поверите? Скажите, а почему не будет? Согласно указу президента, чётко зазначено, если в любом случае повестка не подошла, призывник обязан изъявиться в районной призывной больнице, чтобы прийти в медкомиссию. Вот так все говорят, что четыре дня нет. Ну, мне нужно чётко, ясно понимать. Если он, может, в институте уже и рик находится. Тем более, что есть Конституция Украины, есть законы, есть нормативно-правовые акты. Теперь Александр должен оформить документы и повторно пройти медкомиссию. Оформили, но не до конца. И мне дали отсрочку до 29-го числа, чтобы я успел все документы собрать. Для чего? Чтобы получить отсрочку от армии. Как рассказал общественному телевидению Донбасса адвокат Дмитрий Остапенко, для Харькова этот случай не единичный. По его словам, больше всего вопросов вызывает само задержание на улице. Только в том случае, если у гражданина при себе нет документов, он оспаривает факт совершения административного правонарушения или же ведёт себя, ну, явно вызывающе агрессивно и так далее, то сотрудники полиции имеют право провести процедуру административного задержания и доставить его внимательно в опорный пункт полиции, то есть в участок полиции, а не в военкомат, а не в призывной пункт, а не в военную часть или куда-либо ещё. То, что происходит сейчас в плане призыва, иначе как отсебятельное, самоправством и превышением служебных полномочий, назвать нельзя. Поэтому подобные действия, они являются явно неправомерными и могут квалифицироваться как, кроме того, что это превышение служебных полномочий, это ещё и незаконное лишение человека свободы, что тоже у нас является уголовно наказуемым. Нигде в законе о военной службе и военной обязанности не указано, что военные комиссариаты либо сотрудники милиции имеют право задерживать лиц, которые не получают повестки, привозить их силком в мобилизационные пункты, в призывные пункты и так далее. Соответственно, в какой-то мере, наверное, это всё-таки недоработка нашего законодательства, поскольку вопрос уклонения от призыва стоит сегодня в Украине очень остро. И мне действительно, общаясь со своими клиентами, которые проходят сейчас службу в зоне АТО, порой бывает достаточно больно слышать от них о том, что вот они вынуждены защищать родину уже на протяжении нескольких лет, а замены проблематично найти им, для того, чтобы они вернулись к своим семьям, хотя они выполнили свой долг.